мнимое следование эта ошибка возникает когда доказывающий используют такие слова как следовательно таким образом значит и так и тому подобное и тем самым пытается представить ход своих рассуждений как будто бы все выводы делаются строго по необходимости в то время как на самом деле либо вывод возможен только по вероятности либо аргумент и вывод вообще никак логически не связаны друг с другом если будете в самарканде обязательно посетите уникальный памятник архитектуры гур и мир усыпальницу великого тамерлана и там вам обязательно расскажут легенду что ранее надпись на надгробие гласила когда я восстану мир содрогнется на самом деле никаких сведений о подобной надписи не существует но когда 19 июня 41 года археологи вскрыли герметичный гроб и дух амира тимура то есть испарение ароматических веществ которые в нем содержались содержались заполнили усыпальницу никто не мог туда войти пока дух не выветрится когда же 21 июня ученые все-таки извлекли из гроба останки завоевателя сразу же началась великая война но мы-то с вами знаем что мир содрогнулся двумя годами ранее 1 сентября 39 года когда немецкие войска вторглись в польшу 3 сентября в великобритании франция объявили германию войну советский союз выдержал паузу и начал боевые действия 17 сентября и уже 22 сентября 39 года колонны вермахта и красной армии отметили окончательное разделение польши совместным торжественным маршем в бресте частным случаем мнимого следования является ошибка который древние римляне называли пост хок эрго пропер хок то есть после этого значит вследствие этого такую ошибку совершают думаю что если одно событие предшествием другому то значит первое из них является причиной второго и еще называют ошибка петуха поскольку после того как запоет петух наступает рассвет петушиное пение причина этого явления как-то раз молодой человек сделал предложение девушке который был влюблен это невозможно ответила на я иудейка и не могу выйти за необрезанного юношу не интересовала религия но он очень любил девушку и стал подумать о том что можно было бы предпринять подобной ситуации тебе делали обрезание поинтересовался он у однокурсника еврея да конечно ответил тот это больно не помню был ответ мне было всего неделя от роду но точно знаю что после этого я почти год не мог ходить или к примеру на пути на работу вы увидели красивого белого пуделя и на работе вам выдали премию раз встреча с пудем предшествовала хорошие новости значит она была тому причиной а распространенное когнитивное искажение называемая иллюзия частотности придет тому что вы впредь будете особо обращать внимание на добрые вести следующие за встречами с пуделем и твердо уверуете в эту связь многие суеверия и ритуалы для защиты на удачу будь то народные корпоративные семейные индивидуальные зарождаются именно на этой основе в этой связи особое место занимает верование касающиеся непосредственно личной связи проблем и неудач человека с некими действиями которые он совершал в прошлом так друзья многострадального иова дают именно такое объяснение его плачевному состоянию вспомни же поле погибал ли кто невинный и где праведные были искореняемы как я видал то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его видишь бог не отвергает непорочного и не поддерживает руки злодеев разве не знаешь ты что от века с того времени как поставлен человек на земле веселье беззаконных кратковременно и радость лицемерно лицемера мгновенно книга иова 4 глава 7 8 стих 8 глава 20 стих 20 глава 4 5 стих подобным же образом оценивали очевидцы случав случившееся с апостолом павлом на мальте читаем когда павел собрав охапку хвороста стал бросать его в костер у него на руке повисла ядовитая змея которая спасаясь от жара выползла из хвороста когда жители острова увидели что с руки павла свисает змея они стали говорить друг другу без сомнения этот человек убийца он спасся в море но богиня возмездия не позволила ему остаться в живых деяния 28 глава 3 4 стих безусловно исходная причина всяких страданий грех вошедший мир равна как творимые людьми прегрешения зачастую привод к страданиям причем не только их самих но и других людей но это вовсе не значит что всякое страдание результат определенного действия о том же иове сказано что он человек непорочный справедлив и богобоязнен и удалялся от зла его в 1 главе 1 стих когда же иисусу рассказали о галилеянах который кровь пилат смешал жертвам и их иисус сказал именно это думаете ли вы что галилеяне эти были грешнее всех галилеян что так пострадали нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете или думаете что те 18 человек на которых упала башня сила амская и побила их виновния были всех живущих в иерусалиме нет говорю вам но если не покаетесь все также погибнете евангелие от луки 13 глава 1 5 стих с трюками в стиле пост хок эрго пропер хок нередко приходится сталкиваться имея дело с политической пропагандой например благодаря октябрьской революции человек полетел в космос но действительно большевистский переворот в россии предшествовал полету человека в космос последовательность событий отражена правильно но является ли она причиной этого события полету в человека в космос предшествовала еще и битва под ватерло можно ли считать ее причиной этого полета и почему-то полетели в космос люди из стран где уже сотни лет революции не случалось политические системы приходят и уходят а технический прогресс продолжается. Распространенным случаем мнимого следования является ошибка типа «Единственная причина» — попытка найти простое объяснение сложному событию, обусловленному совокупностью факторов. Так водитель может настаиваться, на что врезался в столб, исключительно с целью избежать наезда на кошку, внезапно выскочившую на проезжую часть. Но даже если это правда, инспектор не обойдет вниманием, что водитель при этом был пьян и, согласно показаниям свидетелей, болтал с кем-то по телефону. Подобным же образом и маршрутка, захлопнувшая двери перед носом проспавшего студента, не является единственной причиной его опоздания на занятия. Именно к этой категории относится утверждение, что причиной распятия Иисуса стало предательство Иуда Искариота. Безусловно, предательство предшествовало аресту и распятию. Но это был лишь один из факторов. Писание неоднократно и недвусмысленно заявляет, что Христос был распят по определенному совету и предведению Божьему. Деяние 2 глава 23 стих. Как и сам он сказал, Сын человеческий идет, как написано о нем. От Марка 14 глава 21 стих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok